Ни в одной области не может происходить развитие, не отрицающее своих прежних форм существования. Карл Маркс. Развитие — это бесконечная цепь диалектических отрицаний старого состояния предметов или явлений новым. Космическая пыль и газ под действием гравитации утрачивают свои прежние формы существования и превращаются в протозвезды. В недрах протозвезды возникает термоядерная реакция, и во Вселенной рождается звезда. Проходит время, и звезда превращается в красного гиганта, который, в свою очередь, отрицается белым карликом. Но и на этом развитие не прекращается. Белый карлик своим рождением готовит следующее отрицание. И так бесконечно. Преодоление старого новым, возникающим на основе старого, в недрах старого, и называется отрицанием. В подобной смене состояний некоторые метафизики усматривают движение стрелы развития по бесконечной прямой. Другие считают, что развитие происходит циклически, по замкнутому кругу. На первый взгляд в этом есть логика. Зерно, росток, голос и снова зерно. Круг замыкается. Но ведь старое зернышко отрицается не просто зерном, а целой пригоршней новых зерен. И все они не точная копия породившего их семени. Значит, круг замкнуться не может. Повторение происходит на более высоком уровне. Поэтому диалектики и рассматривают отрицание, как бесконечную эстафету поступательного саморазвития предметов и явлений, в процессе которого новое вбирает в себя все положительное, что было достигнуто до него старым, причем характер и форма отрицания зависят от конкретных условий и природы явлений. Еще один пример диалектического отрицания. Примитивные ручные орудия древних земледельцев были основаны на рыхлении земли. Луг стал новым этапом в обработке почвы. Плуг переворачивает пласт, как бы отрицая предыдущий способ. Борьба с эрозией почвы приводит к вытеснению плуга новым комплексом механизмов. Плоскорезы не переворачивают пласт, а лишь рыхлят землю, подобно орудием древних земледельцев. Происходит как бы отрицание первого отрицания. В новом комплексе повторяется древний принцип рыхления почвы, но, разумеется, на более высоком техническом уровне. Отрицая старое, новое сохраняет в себе его лучшие качества. Благодаря этому развитие приобретает преемственный прогрессивный характер. Или круг, или прямая — это крайности метафизиков. Диалектический материализм рассматривает процесс развития как единство поступательного и циклического движения. «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе, развитие по спирали, а не по прямой линии». Владимир Ильич Ленин Спиралиобразный характер развития присущ всем областям действительности. Пример наиболее яркого проявления этой особенности — периодическая таблица Менделеева. Элементы образуют здесь периоды и ряды, в которых наблюдается известное повторение свойств. Литий, например, относится к щелочным металлам. За ним следуют элементы с возрастанием неметаллических свойств. В конце периода находится уже инертный газ, а третий период вновь начинается с щелочным металлом. Это же повторяется и в последующих периодах, где происходит отрицание металлических свойств неметаллическими, а последнее вновь уступает место металлам. Происходит как бы повторение, возврат к старому, но всегда на качественно новой, более сложной основе. Спиралеобразное развитие наблюдается и в общественной жизни. Первой формой общественной организации труда был общинный строй первобытных людей. Крайне примитивные средства производства находились здесь в общем владении. Дальнейшее развитие привело к отрицанию первобытно-общинного строя классовыми эксплуататорскими обществами рабовладельческим, феодальным, капиталистическим. На смену капитализму пришел социализм. Завершился очередной виток исторического развития. При социализме как бы повторяется коллективная собственность на средства производства, но уже на совершенно новой материально-технической и экономической основе. Человеческую историю сравнивают иногда с марафонским бегом. Только на последних метрах этой долгой дистанции человечество освоило электрическую энергию. Зато дальше, что не сантиметр, то гигантские открытия и преобразования. Энергия атома, компьютеры, сложные химические соединения, тайны живого организма, освоения космического пространства. Но вместе с тем, на этой дистанции по вине капитализма растет лавина смертоносного оружия. Все более ощутимо проявляет себя нарушение экологического равновесия. На Западе эти негативные явления вызвали к жизни целый поток пессимистических, апокалипсических концепций. По-иному оценивает современность материалисты диалектики. Развитие — процесс сложный, противоречивый. В нем возможны и временные отступления. Представить себе всемирную историю, идущую гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, «Ни диалектично, ни научно, теоретически неверно» Владимир Ильич Ленин. Временное отступление возможно. Но невозможно остановить объективный ход исторического развития. При социализме действие стихийных разрушительных факторов предупреждается плановым характером производства, целенаправленным, сознательным творчеством масс. Закон «Отрицание-отрицание» является одним из основных законов диалектики и помогает глубже познавать предметы и явления окружающей нас действительности. Соизмеряя прошлое и настоящее, он позволяет предвидеть основные пути развития материального мира в будущем. КОНЕЦ ОТРИЦ Продолжение следует...